В кипятке в салоне автобуса находилась группа школьников. Евгении Змановской подростки рассказали, как они спасались. После обследования врачей, эта школьница так и не отошла от шока. При виде родных плачет. Она одна из пятерых школьников, которые оказались в этом злополучном автобусе. Подростки из 46-й и 90-й школ ехали с учительницей на экскурсию в техникум, когда в автобус хлынул кипяток. Пошел с потолка кипяток, все кинулись с передней двери в заднюю. Мы сидели прямо в самом сзади. И все начали бежать оттуда. Я смотрю, там кипяток льется. Потом я быстренько запрыгнула на сиденье. Кто-то открыл дверь, и мы быстренько все выбежали. Все там, кто плакал, у кого даже кровь шла. Школьница обожгла ноги. Ее одноклассница сейчас в реанимации. У 16-летней девушки серьезные ожоги конечностей. В отличие от своей подруги, она не успела запрыгнуть на сиденье, когда в автобусе началась давка. Для нас быстро всем потоком люди налетели. Они же бежали за переднюю кран. А мы все сидели. Мы сначала не поняли, что там происходит. Я смотрю, потом у нас идет вода. Ну вот, и я быстренько запрыгнуть успела, но, видимо, не поняла, что происходит. Отец этого школьника узнал о случившемся только в больнице, и его сын не смог объяснить по телефону, что произошло, потому что был в шоковом состоянии. Из салона автобуса, наполненного кипятком и паром, вместе со школьниками выбиралась и девушка по имени Лидия, которая ехала на работу. Прям очень было страшно. Там дети, там он двери не открывал. А сколько вы, примерно, находились внутри? Ну, там было все очень быстро, очень быстро. И вода там очень большой набор. И водитель не открыл заднюю дверь. Вы просили? Конечно, мы орали. Мы орали. И там прям поток, он прям очень сильный был, кипяток. Мы на сиденье залезли, одна девочка через окно. Двери не могли открыть там. Ладно, что хоть один мужчина был. А что мужчина? Он вот эту дверь пытался открыть заднюю сам. Только одну школьницу врачи отпустили домой, и другим придется выздоравливать в больнице. С детьми работают психологи. Евгения Азмановская, Александр Сагайдак, Новости ТВК.